Hey, what's going on, guys? Всем привет, меня зовут Костя, и вы на канале онлайн-школы Inglix. Это английский на слух, и здесь мы, как всегда, разбираем мультики, сериалы, музыкальные клипы, фильмы. И сегодня мы с вами снова погрузимся во вселенную Шрека. Если помните, в предыдущем видео мы как раз разбирали момент, где Шрека Фиона возвращается после медового месяца. Их там встречал осел. Если не видели, обязательно посмотрите. Ну а сегодня разбираем новый фрагмент. So, let's go! Это одна из самых мемных сцен. Начинается с рыка от Фионы и называется An awkward dinner scene. То есть неловкая сцена ужина. А все потому, что Шрек не хотел изначально ехать на встречу с родителями Фионы. Там еще и Ослик пытался очень много внимания на себя обратить. К тому же родственники принцессы, ну, никак не ожидали увидеть вот такую родную дочь. Такую пополневшую, зеленую. Давайте еще раз пересмотрим этот момент. Я думаю, дети, которые смотрят с родителями, будут очень рады. Ну, правильно. После такого за столом нужно как раз и говорить excuse me, то есть простите меня. А вот дальше Шрек ответил что-то очень такое невнятное, как будто бы. Давайте попробуем понять. Ну как вам? Разобрали все слова отсюда? Давайте еще раз посмотрим, потому что момент действительно такой сложный. Итак, проверим, правильно ли вы все услышали. Шрек там говорит Better out than in, I always say Fiona. Better out than in, I always say, eh, Fiona? Better out лучше вне than in, чем в. Вот такая странная фраза, но тут имеется в виду, раз уж казус этот произошел, и держать в себе ничего у Фионы не получилось, Шрек ей говорит Better out than in, лучше вне, чем в. То есть как бы внутри. То есть на нормальном русском это можно так и перевести. Лучше снаружи, чем внутри. Better out than in, I always say, eh, Fiona? Better out than in, то есть не стоит держать это в себе. Можно так еще перевести. I always say Fiona. Я всегда говорю Фиона. Но вот что-то королю и королеве, родителям Фионы, как-то не особо, по-моему, весело. That's good. I guess not. И вначале Шрек там с меня и сказал That's good, типа ну клево получилось, это хорошо. That's good, это хорошо. А потом видит, что ну как бы вообще не смешно и добавляет I guess not. I guess not. Думаю, нет. I guess в данном контексте это то же самое, что и I think, I believe. То есть эти фразы, они как правило взаимозаменяемые вот в таких контекстах. Но там шум вроде как раздается, видимо на званом обеде будут еще гости. What do you mean not on the list? Don't tell me you don't know who I am. Мы слышим голос ослика. И еще он там за дверью что-то такое говорит. Вот давайте послушаем еще раз. Там что-то про who I am, то есть кто я. И вроде бы он еще сказал кому-то don't tell me, то есть не говори мне. И что же там не нужно такого говорить. What do you mean not on the list? What do you mean? Что ты имеешь в виду? Или еще можно перевести как что это значит? What do you mean? Что это значит? Not on the list. Не в списке. И понятно, что вот такие фразы обычно звучат, когда человека не оказалось в списке гостей. What do you mean not on the list? Что это значит? Не в списке. Don't tell me you don't know who I am. Don't tell me, не говори мне, you don't know, что ты не знаешь who I am. То есть кто я. Don't tell me you don't know who I am. Можно перевести и кстати в переводе добавить еще слово только для большей эмоциональности. И тогда получится только не говори, что ты не знаешь кто я. Давайте еще раз послушаем, что там Ослик сказал. Ну вроде теперь все услышали. И вот интересно, как же его теперь осла встретят за столом. What's happening everybody? Thanks for waiting. Hey, hey, hey. What's happening everybody? Thanks for waiting. Hey, hey, hey. What's happening everybody? Thanks for waiting. Hey, hey, hey. Ну тут мне кажется без перевода. Понятно, это такое радостное, простое восклицание. Hey, 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 hey. What's happening everybody? Или what is happening everybody? Давайте убедимся, что там именно happening, а не happened. Чтобы не спутать с похожей фразой what happened. Что произошло? Hey, hey, hey. What's happening everybody? Да, все верно. Он действительно так и говорит. Правда, очень быстро это получается. What's happening everybody? What's happening everybody? Короткая фраза, переведем ее снова полностью. Что происходит, ребята? Чаще можно услышать фразу похожую what's going on? Что происходит? И еще ее можно перевести как как дела? What's going on? Как дела? Ютуберы и многие блогеры очень часто так делают в начале видео. И вот помните, я тоже в начале так сказал. What's going on guys? То есть эта фраза самодостаточная и по сути она не требует никакого ответа. И используется просто в качестве приветствия аудитории. Ну и дальше ослик входит вот с такими словами. Thanks for waiting. Thanks for waiting. Он добавляет спасибо, что подождали. Или спасибо за ожидание. Ну и насколько же все будут рады его появлению? Давайте узнаем. Появление азла это же всегда праздник, правда? И он заходит и мгновенно перевоплощается в какую-то, я не знаю, великосветскую особу. Потому что даже тон и манера говорить у него меняется. Ну вот смотрите. Да, так немножечко как будто с британским акцентом для пущей выразительности. You know, знаете ли? Ли я тут специально добавляю для вот этой вот пущей важности, чтобы соответствовать всему официозу вот этого приема. I had, я имел, или у меня было, the hardest time, труднейшее время, finding this place, находя это место. Вот эта фраза, hardest time, означает самое трудное время. И это довольно полезная фраза, чтобы рассказать о каких-то жизненных трудностях, которые возникают, или о сложном периоде жизни кому-то сказать. И потому она в этом контексте звучит довольно смешно, ну, типа, что для ослика самым трудным являлось найти это место. You know, I had the hardest time finding this place. Знаете ли, для меня самым трудным было найти это место. Excuse me. Better out than in, I always say, hey, Fiona? That's good. I guess not. What do you mean not on a list? Don't tell me you don't know who I am. Hey, hey, what's happening everybody? Thanks for waiting. You know, I had the hardest time finding this place. Ага, супер. И там Папа-Король сейчас как раз что-то возразит ему. No, no, bad donkey, bad down. Это как с собакой разговаривает, которая за стол прыгнула к хозяевам. No, no, bad donkey, bad down. Он говорит, no, no, bad donkey, bad down. Да, no, 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 это типа, не-не-не, нет-нет-нет. Bad donkey, плохой осел. Ну, по аналогии с собакой. Когда пес что-то там не так сделал, мы говорим, плохой песик, а плохой. А тут просто плохой оселик получается. Bad это плохой. И дальше команда такая down. И рукой показывает еще down, вниз. Но Фиона быстро Папу перебивает. No, 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 dad, dad, it's all right. It's all right, he's with us. No, 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 dad, it's all right, it's all right, he's with us. No, 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 нет-нет-нет. Dad, it's all right, пап, да все в порядке. И еще раз повторяет. It's all right, he's with us или he is with us. Такое тоже коротенькое предложение и сразу полностью его переведем. Он с нами. Ведь так? Да, все правильно, но что-то мне подсказывает, что эти доводы от Фионы как-то не совсем убедительны будут. He helped rescue me from the dragon. He helped, он помог, rescue me, спасти меня, from the dragon, от дракона. Вот помните, что у глагола to help есть свои нюансы. И смотрите, когда за ним следует другой глагол, ну вот как здесь to rescue, спасать. Иногда после help ставится частица to, а иногда нет. Вот такой прекрасный глагол. Это зависит от просто привычки. И британцы чаще используют форму help плюс to плюс глагол, а американцы help и плюс глагол. То есть без частицы to оба варианта будут правильными. Ну и Ослик там еще что-то ответил Фионе в качестве оправдания за его появление за столом. Yep, that's me, the noble steed. Он говорит, перебивая Фиону, yep, that's me, the noble steed. Столько самоудовольствия в нем. Yep, это слово переводится как ага, и так пишется сокращение просто от слова yes. Да, то есть yep, это то же самое, что и yes. По большому счету, that's me, это я, the noble steed. Благородный конь. Ну вот вы помните еще, steed это жеребец вообще. И мы в предыдущем разборе об этом говорили, так что обязательно посмотрите. Ссылка будет наверху. А пока мы давайте продолжим. Это такое сокращение от how about. Вот это about сокращается до коротеньких четырех букв about. Как насчет a bowl, миски, for the steed, для коня? Эй, waiter, how about a bowl for the steed? Эй, официант, как насчет миски для жеребца? Ну вот теперь все правильно. И дождется ли ослик этой своей миски? О, бой. О, бой. Да, то есть это такая идиома, дословно она переводится как ой, мальчик, но на самом деле это можно перевести как о господи, или там о боже мой. Она используется, чтобы выразить некое такое волнение, или сказать о чем-то с акцентом на этом. Ну вот, например, Господи, только подумай, что я мог им сказать. Ну или такой вариант. О, бой, was I mad. Ну надо же, как я был зол. Видите, акцент я сделал на слове бой. Шреку, видимо, немножко стыдно становится за ослика, или может быть, просто такая неловкость какая-то. Фиона как бы намекает, что Шреку что-то надо сказать. И она говорит, Шрек. Шрек. А он говорит, о, сори. О, сори. Типа, о, прости. Ну, вспомнил о чем-то, видимо. И далее. Грейт суп, миссис Кью. Грейт суп, миссис Кью. Типа, прекрасный суп, миссис Кью. И вдруг Шрек начинает поглаживать живот. Ну, типа, вкусно, все дела. И Фиона ему говорит. Не-не-не, дорогой. Дарлинг. Это такое милое обращение к любимому человеку. Дорогой. О, и тут Шрек понял, что это миска, чтобы руки мыть, а не суп. Такой сразу акцент, да, благородный, появляется. Ну, что ж, Фиона, tell us, расскажи нам, about, о том, where you live, где ты живешь. Ну, еще можно перевести эту фразу так. Что ж, Фиона, расскажи нам, где ты живешь. Ну, согласитесь, круто же понимать все фразы, все шутки и любые речевые нюансы, правда? И если вы хотите свободно говорить на английском, то ключ к успеху — это комплексное изучение языка. Именно это предлагает онлайн-школа Inglix. Здесь для вас подберут квалифицированного преподавателя и составят индивидуальный план занятий, учитывая ваши цели и ваше время. Напомню также, что у школы есть собственная онлайн-платформа. Она очень удобная, на ней собраны лучшие методики обучения, плюс множество интерактивных упражнений. Можете попробовать сами, вам понравится. И такой подход поможет вам быстрее достичь своей цели, то есть свободно заговорить на английском. И, как всегда, для новичков у нас есть крутое предложение. При покупке любого пакета занятий используйте промокод Костя, и по нему вы получите плюс три урока бесплатно с русскоязычным преподавателем. Ссылку оставили в описании. Переходите по ней сейчас и начинайте заниматься английским уже сегодня. Ну что ж, интересно посмотреть после такого на дальнейшую реакцию родителей Фионы. Ну что ж, Шрек имеет или Шрек владеет. To own это иметь в собственности, то есть владеть. His own land, своей собственной землей. Или у Шрека есть своя земля. Так, и что там еще? Вот эту фразу тоже не будем разбивать, и такие фразы целиком переводятся как Ну дальше она добавляет еще Ну это такое, знаете, просто вежливое обращение к любимому человеку. Не правда ли, дорогой? Это как бы вопрос с хвостиком, но есть здесь нюанс. Вначале шло утверждение И в таком вопросе, в хвостике, дальше было бы Потому что Но тут она вопрос поделила на два. Сначала сказала другим про Шрека, про то, что он владеет землей, а хвостик был адресован уже самому Шреку. Шрек владеет собственной землей, не так ли? И добавляет Хани, дорогой. А Шрек добавляет следующее Она, ну то есть земля, находится в В заколдованном лесу. И он продолжает свою фразу Abundant in squirrels and cute little duckies and Abundant, это обильный, in squirrels, в белках. Ну звучит несколько странно, ну то есть В лесу полным-полно белок. Вот так лучше перевести или Этот лес изобилует белками And cute little и маленькими симпатичными Duckies, уточками And И Abundant in squirrels and cute little duckies and И этот лес изобилует белками и милыми маленькими уточками И И кем еще? What? I know you ain't talking about the swamp What? Заоролослик Типа Что? I know you ain't talking about the swamp I know Я знаю You ain't talking Ты не говоришь Вот это ain't Это вообще разговорная форма, которую часто используют американцы И она заменяет собой Am not Или Are not То есть aren't Или isn't Или haven't Или hasn't Все это можно заменить одним коротким Одной короткой формой ain't About the swamp Насчет болота Swamp это болото Или I know you ain't talking about the swamp Я знаю же, что ты говоришь не о болоте Я хочу еще раз посмотреть на реакцию Ослика What? I know you ain't talking about the swamp Donkey Donkey Ослик Шрек его как бы одергивает И король дальше добавляет An ogre from a swamp Oh, how original An ogre from a swamp Oh, how original An ogre это людоед Или великан Это вот он так о Шреке отзывается From a swamp С болота То есть великан с болота Oh, how original О, как оригинально Вы только что увидели сарказм от короля Ну, королева тут поддала немного Что все же поперхнулись I suppose That would be a fine place To raise the children I suppose Я полагаю That would be Это должно быть Или можно еще сказать Я полагаю Стало быть это A fine place Хорошее место To raise the children Чтобы воспитывать детей Ну, этот момент стоит того, чтобы его пересмотреть Правда? Это очень весело Давайте дальше посмотрим It's a bit early To be thinking about that, isn't it? Indeed It's a bit early To be thinking about that, isn't it? It's a bit early Это немного рано Или лучше сказать Немного рановато To be thinking Думать About that Насчет этого Isn't it? Не так ли? Это опять вопрос С хвостиком Или по-другому Tag question И вот, наверное, вы сейчас думаете Почему мы To be thinking Перевели как думать И вообще, почему здесь такая форма стоит To be thinking Вот давайте ее разделим На to be Это быть И на thinking Это форма длительного инфинитива Показывающая, что действие инфинитива Находится в процессе В момент действия глагола в личной форме Другой пример She seems to be working Кажется, она работает И тогда в целом Это предложение можно перевести так It's a bit early to be thinking about that, isn't it? Рановато обдумывать это Не так ли? Там король Еще широко перебил В этот момент, кажется Давайте посмотрим Indeed Все правильно Он сказал Indeed В самом деле И, кажется Намечается стычка I just started eating Harold What's that supposed to mean? Dad It's great, okay? И сразу все заговорили, естественно, хором I just started eating I just started eating Я только начал есть Harold Harold Это королева ему говорит Гарольд What's that supposed to mean? What's that supposed to mean? Говорит уже Шрек What's that? Что это? Supposed to mean? Означает Или по-вашему значит Или вот так можно перевести What's that supposed to mean? И что это по-вашему должно значить? И тут Фиона говорит Dad It's great, okay? Dad It's great, okay? Пап Все в порядке, окей? Давайте еще раз этот момент посмотрим Oh, yes It's in an enchanted forest Abundant in squirrels And cute little duckies What? I know you ain't talking about the swamp Donkey An ogre from a swamp Oh, how original Well, I suppose That would be a fine place To raise the children It's a bit early to be thinking about that, isn't it? Indeed I just started eating Harold What's that supposed to mean? Dad It's great, okay? Кажется, что Фиона всех успокоила Или это только начало? Well, for his type Yes For his type Yes Для такого типа Да My type? My type Говорит Шрек Моего типа Ну, то есть Для такого, как он Это типа В порядке вещей И тут Шрек, естественно Не сдержался My type Типа Ты кого назвал Типом? Ну, а Ослик там Немножко разряжает обстановку Говорит I gotta go to the bathroom I gotta Или I got to Мне нужно Go to Пойти В Или отлучиться В The bathroom В туалет Но разве все может быть так просто в этой компании? Dinner is served Dinner is served Ужин подан Хорошая фраза, запоминаете ее И Ослик это услышал, говорит Never mind I can hold it Never mind I can hold it Never mind Не переживайте Или Неважно I can hold it Тоже целиком переведем эту короткую фразу Я могу поддержать I can Я могу Hold it Подержать это Тут имеется ввиду, что Он может потерпеть немного Так сказать Подержать в себе Проверим, что мы все правильно услышали Dinner is served Never mind I can hold it Ну, все-таки вот этот человек, который принес еду Он, наверное, больше француз Поэтому он и говорит Dinner is served Динер is served Бон аппетит Бон аппетит Приятного аппетита Мексикан фуд Мексикан фуд Мексикан фуд Мексикан фуд То есть Мексиканская еда Май фейврит Моя любимая Кстати, вы любите мексиканскую еду? Мне кажется, я иногда только ее люблю Потому что она, ну, бывает иногда слишком острая Хотя нет, есть еще индийская Вот там пряности И так суют туда, что... Ну ладно И там ослика перебивает королева Она так быстро что-то начинает говорить И на пару с ослом они, конечно, очень хороши Еще раз эту фразу мы услышали Май фейврит Моя любимая И после нее королева перебивает осла Давайте не будем Здесь сидеть С нашими желудками Рамблин Грохочущими Во-первых, томмис Это множественное число от Томми Это такое ласковое название желудка Стомик А томми Это животик Можно так перевести Ну и нормально все это звучит так Давайте не будем сидеть здесь С урчащими животиками Вот когда еду долгожданную подают Даже если это как-то обычный Такой домашний семейный ужин То часто можно такую фразу От кого-то услышать Все ныряйте Или все погружайтесь Хотя To dig Это глагол копать А to dig in Это вкапываться Вонзаться Ну вот этот перевод Наверное, по сути Лучше всего передает смысл Давайте еще раз послушаем этот момент Ага, и дальше Ослик уже там ей так по-свойски Вообще отвечает Не возражаете Если я погружусь Глагол do здесь как раз заменяет Глагол dig in Из предыдущей фразы И дальше по имени просто называет ее Лилиан То есть Лилиан Ну в общем, ужин подан Все вроде как счастливо Что ж, я полагаю Any grandchildren Любые внуки I could expect Которых я мог бы ожидать From you От вас Would be Были бы Ogres Yes Orgs Yes Людоедами Да Ну или великанами Можно перевести Мне кажется, слово людоед Здесь больше подходит Для всей вот этой ситуации Видимо, скандал не утихнет В ближайшие минуты Not that there's anything wrong with that Not that Не то, чтобы There's anything Что-то было Wrong with that Не так с этим Переставим немножко слова местами Не то, чтобы с этим Было что-то не так Right, Harold? Oh no И дальше она говорит Right, Harold? Правильно, Гарольд? Oh no No, of course not Oh no, no Of course not О нет Нет, конечно нет That is assuming you don't Eat your own Gang И дальше он так Злобно вонзает Нож в еду И так раздербанивает Ее Что, понятно Папа зол That is assuming you don't Eat your own Gang That is assuming you don't Eat your own Young That is То есть или И это при том Assuming Предполагая Или при условии You don't eat Ты не ешь Your own Young Своих Собственных Молодых И приводя все это К нормальному переводу Получим следующее That is assuming You don't Eat your own Young И это при условии Что вы не едите Собственное потомство Или вот такой еще есть перевод Вы же, разумеется, не едите собственное потомство Ну и тут Фиона пытается его одернуть Говорит, типа Dad Типа Пап, ну остановись Столько фраз было в одну секунду, правда? Oh no We usually prefer the ones who've been locked away in a tower No, we usually Нет, мы обычно Предпочитаем тех Who've been Кто был Locked away Запертым In a tower В башне Ну это он намекает на Фиону Которая как раз была Заперта в башне Если вы помните Oh no We usually Prefer the ones Who've been Locked away In a tower No, we usually Prefer the ones Who've been Locked away In a tower Нет, мы обычно Предпочитаем тех Кого Заперли в башне Прекрасно И только королева вздохнула Такая с сожалением Пока там еда вокруг нее летает It's so nice To have the family together for dinner It's so nice Так здорово To have the family Иметь семью Ну или имеется в виду Собрать семью Together Вместе For dinner За ужином Или лучше За обеденным столом Well, for his type Yes My type I gotta go to the bathroom Dinner is served Never mind I can hold it Boom Appetit Oh, Mexican food My baby Well, let's not just sit here With our tummies rumbling Everybody dig in Don't mind if I do, Lillian So, I suppose The grandchildren I could expect from you Would be Ogres Yes Not that there's anything wrong with that Right, Harold? Oh, no No, of course It's so nice to have the family together for dinner Спасибо, что посмотрели этот выпуск Если хотите продолжение разбора по Шреку То обязательно ставьте лайк И пишите комменты И до скорого Меня зовут Костя See ya Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому